привет здравствуйте я приветствую вас нашем прямом эфире сегодня мы сделаем с вами обзор и выкраску новых скульптурных камуфлирующих баз цветных это база за номером 15 16 и 17 девочки все кто подключаетесь я вас приветствую напишите мне пожалуйста какой-то смайлик поставьте что меня видно слышно что все хорошо и мы с вами будем начинать всем здравствуйте там так ну я с удовольствием вам представляю нашу новинку это три новых скульптурной базы очень-очень красивые оттенки здесь выкраску я сегодня решила сделать три пальчика подготовила для того чтобы не найти все она натуральным ногтем вам видно было и оттенок и как база ложится как сама выравнивается поэтому выкраска у нас сегодня будет на натуральных ногтях так 1 1 лот база номер 15 французский розовый такой французский розовый оттенок очень женственный будет очень красиво смотреться в качестве самостоятельного цветного покрытия здесь цвета мы можем уже не перекрывать у нас прекрасный вариант покрыть вот таким красивым нежным розовым оттенком это цвет номер 15 далее ваза под номером 16 это такой оттенок у нас яркий весенняя весенняя мимоза красивый желтый желтый оттенок желтый но при этом все-таки это пастельный оттенок тоже очень красиво под дизайн и в качестве самостоятельного покрытия прекрасная база вот в весенний в летнюю уже в летний фактический сезон база номер 16 база номер 17 это холодный пудровый розовый оттенок также как самостоятельное покрытие очень красивый такой вот он не навязчивый розовый но при этом холодный очень красивый цвет я тоже думаю что он понравится и вам вашим клиентам базы скульптурные в объеме у нас 9 миллилитров представлены эти скульптуры они только в девятках хотела колпачками развернуть и что промахнулась в девятках они представлены стоимость продукта 850 рублей на сайте они доступны уже доступе есть можно приобретать и с удовольствием пользоваться так ну приступим с вами непосредственно к выкраске буквально минутку я готовила пальчик просто нанесла кутикулу римовер на поверхность так как у нас было предыдущее покрытие тут его экстренно снимала нанесла кутикул римовер на кутикулу и зону под ноготов для того чтобы убрать все загрязнения сейчас при помощи влажной салфетки просто уберу излишки римовера для того чтобы мы с вами дальше могли работать так 1 2 кутикул римовером всегда пользуюсь он очень хорошо выводит остатки эпидермального опилок и складок заднего валика из пазух боковых и убирает загрязнения с внутренней стороны загрязнения ногтевой пластины и от опила вот эти махры которые остаются у нас по торцу апельсиновая палочка потом торцом я убираю не также римовером растворяются также убираем готова и следующий следующий пальчик для нашей выкраски таким же образом вычищаю опилы складок и торцом палочки прохожу по торцу свободного края для того чтобы когда я убирала салфетка обезжириватель и когда я проводила вот здесь по торцу я прям салфеточкой чувствую что ноготок у меня нигде не цепляется так вот они наши три пальчика таким образом мы работаем конечно прежде всего мы используем евро-клинсер ногтевую пластину необходимо обезжирить при помощи евро-клинсера я выполняю обезжиривание евро-клинсер испаряется на воздухе обезжирили поверхность убрали излишки и для дополнительного обезжиривания так как мы использовали римовер я в принципе практически всегда при помощи nail prep работаю это дополнительный дегидратант который подсушивает так как у меня возможно там в пазухе да вот не попала салфетка обезжириватель не проник то есть я дублирую это обезжиривание при помощи nail prep при гель-лаковом покрытии для того чтобы все ноготки не сушить не сушить дополнительно ногтевую пластину я просто ставлю капельку достала из флакона кисть поставила капельку он в пазухе сам растекся поставила капельку видите в пазухе сам растекся и остатки влаги остатки масел остатки кутикул римовера он нас убирает также он сохнет на воздухе поэтому нам нужно некоторое время для того чтобы он испарился новые базы скульптурные это базы пигментированные базы предназначены для выравнивания укрепления базы предназначены для моделирования так как это гель-лаковая система эта система называется соков это означает что она растворяется ацетона содержащие жидкостью мы можем работать в двух форматах можем работать в формате коррекции то есть например следующий раз сделать клиенту коррекцию например перекрыть каким-то цветом или если клиенту понравилось оставить этот свет можем работать в формате полного снятия для этого нам нужно будет снять блеск с поверхности ногтевой пластины и при помощи ацетона содержащей жидкости выполнить аппликацию в течение 13-15 минут как правило материал растворяется и качественно удаляется мы также пользуемся по в качестве основы ультрабонда это грунтовочный препарат праймер и можно пользоваться в двух вариантах под гель-лаковую систему каким образом если вы планируете в дальнейшем растворять это покрытие то есть не корректировать фрезу растворять то я буду ультрабонда носить только по торцу только на свободный край так как ультрабонд не растворяется ацетона содержащей жидкости и при следующем визите клиента чрезмерную длину свободного края вы понижаете и участок где у вас был ультрабонд просто опиливается если вы планируете работать формате коррекции то есть не снимать полностью ультрабонд наносим тонким слоем по всей поверхности ногтевой пластины с отступом от кутикулы в миллиметр вот таким образом полностью на весь ноготок поэтому здесь смотрите на свое усмотрение в том формате в котором вы работаете таким образом применяем и ультрабонд либо по торцу либо полностью на всю поверхность ногтевой пластины далее я хочу отметить что так как база у нас скульптурная так как база у нас пигментированная что это значит что в своем составе продукт имеет цветной пигмент абсолютно любая цветная база цветная скульптура не будет иметь стопроцентной адгезии поэтому для того чтобы у нас было качественное прикрепление к ногтевой пластине в качестве базового покрытия мы используем бейс гель из гель-лаковой системы в качестве тоненькой базы бейс гель наносится также с отступом от кутикулы установили кисточку раскрыли ее протянули в центре нам не нужен толстый моделирующий слой нам нужно пройти по всей поверхности ногтевой пластины с одной стороны по боковой с другой стороны по боковой в принципе мы уже готовы ноготок подсушить подсушиваем в таком варианте когда мы наносим дополнительную базу мы обеспечиваем качественную носку нашего материала исключаем момент от слоек то есть скульптура в таком случае у нас просто гораздо лучше прикрепиться поверхности натурального ногтя давай ручку немного подсушили наношу на следующий слой когда мы работаем с клиентом мы работаем в конверном варианте да пока один ноготок сохнет подсыхает хотя бы промежуточно мы наносим на другой ноготь на поверхность на 4 пальчика никогда не наношу если только классику делаю вот могу на 4 нанести если гель-лаком работаю так как гель-лаковая база сейчас крошечки так как гель-лаковая база у нас достаточно жидкая для того чтобы момент затекания исключить я наношу по одному пальчику и работаю в конверном варианте все кто присоединяется я смотрю нос достаточно количество людей присоединилась мы сегодня работаем с вами новинкой я делаю фактически делаю выкраску только я решила сделать ее не на типсах а для того чтобы в большей степени раскрыть вам оттенок чтобы вы смогли посмотреть как это смотрится натуральным ногти выкраску делаю сегодня на натуральных ногтях три пальчика для этого подготовила мы работаем новыми скульптурными базами номера 15 16 и 17 имеют французский розовый оттенок имеют оттенок такой мимозы весенний и холодный розовый два розовых и цвет мимозы очень красивые очень нежные оттенки которые позволят нам сократить время на цветное покрытие то есть это сразу и скульптура и цвет в одном флаконе наши линейки до этого были представлены камуфляже нюдовые различные розовые оттенки сейчас мы добавили такой цвет мимоза очень красивый желтый я уверена что многим мастерам и клиентам эти новые оттенки очень понравится скульптура по вязкости своей своей имеет связкой среднюю для работы чем комфортно похоже на базу медиум каких-то особых проблем в работе у нас не происходит то есть все здесь привычно все здесь комфортно для мастера я начинаю с базе номер 15 французский розовый а если ногтевая пластина длинная можете работать в несколько слоев можно смоделировать в одну каплю то есть тут конечно же смотрите на на свое усмотрение если вы оставляете базу в качестве цветного покрытия то в общем то можете поработать два слоя второй слой при помощи линейной кисточки если есть такая необходимость довести под задний валик для того чтобы покрытие было из-под кутикулы базы очень хорошее свойство само выравнивание то есть здесь достаточно скажем так задать направление я создала дисперсию на всей поверхности ногтевой пластины и сейчас просто выгрузила каплю в центр и начинаю выполнять выравнивание капельку поставила и протягиваю вдоль всегда двигаюсь от кутикулы к свободному краю такими волнообразными движениями возвратными разворачиваем переворачиваем сцентровываем смотрим центральный продольный изгиб но здесь я думаю что для мастеров ничего нового в плане техники то есть будет вам очень удобно очень комфортно потому что никаких особенностей технических вот именно в работе база не отличается то есть моя задача вам сегодня цвета показать я просто подвожу туда куда у меня кисточка не дошла посмотрите видите я фактически ничего не делаю очень ровное покрытие то есть база сама выравнивается моделируется ну просто идеально получается очень красивым сушим время полимеризации у скульптурной базы в общем-то как и у всех предыдущих две минуты в течение двух минут отправляем на просушку и далее уже смотрите и по насыщенности цвета и по длине по толщине наполнения можно пройтись вторым слоем можно оставить так как есть если вы будете выполнять сверху какой-то поверхностный дизайн который даст еще дополнительную дополнительную толщину можно не перекрывать да поэтому смотрим смотрим исходя смотрите очень красивый у нее есть такая легкая полупрозрачность но при этом обратите внимание я с одной капли выложила смотрится красиво натуральной и фактически вот конкретно линии гиппанихии не видно она не читается очень красивый оттенок так следующую выкраску мы делаем номер 16 базы у нас в объеме 9 миллилитров на сайте недоступность стоимость продукта 850 рублей покрываем смотрите видите я тоненько прошло и уже ноготок перекрывается но при этом такая вот легкая полу полу прозрачность она присутствует очень красивый получается эффект очень нежно по полить по летнему по весеннему можно это разбавить все декорациями сделать какие-либо дизайны уже на вкус клиента на ваш выбор здесь точно также видите я нанесла она абсолютно ровно гладко распределяется материал очень комфортный для работы также я на поверхность выгрузила капельку и легкими движениями не надавливая на нога для того чтобы не касаясь поверхности ногтевой пластины я выгружаю небольшое количество материала и начинаю просто его распределять по поверхности задавать ему нужное направление переворачиваю также сцентровываю когда переворачиваете сцентровываете можете посмотреть центральный продольный изгиб если есть необходимость перевернутом положении можно определить точку апекса да то есть толщину материала сгрузить грузить в центру здесь у нас . апекса в центре располагается так как длина небольшая тоже посмотрите очень красивый такой очень очень нежный оттенок при этом такой вот ярко выраженной границы да как как если бы мы покрывали цветом нет это очень удачно будет смотреться при отрастании для клиентов которые любят походить подольше качество материала нам позволяет носить то есть ногти абсолютно носибельны в течение трех с половиной четырех даже недель можно приносить материал также перекрывается линия гипонихия еще раз перевернусь центрую и отправлены вот кино просушку еще раз повторюсь для тех кто присоединился работаем мы новым продуктом новые скульптурные цветные базы эти поддержали он абсолютно гладкий красивый продукты новые это база 15 16 и 17 с новыми красивыми оттенками работали мы в варианте классическая система нанесения используем nail prep обязательно используем ультрабонт зависимости от формата вашей работы либо в зону свободного края либо полностью на весь ноготок и в качестве базового покрытия пользуемся бы из гель наша классическая жидкая самая тонкая база смотрите читаю вопросы по ноготок просушен скажите пожалуйста свободный краю розового цвета полупрозрачный база не имеет вот максимально плотной пигментации как у цвета то есть легкая полупрозрачная текстура мне все-таки присутствует я вам сейчас еще раз раскрою чем этом 15 дома 1 покрывали я вам покажу и на ноготочки тоже покажу то есть легкая полупрозрачность есть но при этом мы наносили в один слой смотрите видите на ноготок то есть вот там где у нас торец есть вот в один слой то натуральный ноготь подсвечивается но четкой прям линии гиппонихии не видно она не читается я вам для сравнения сейчас нанесу второй слой еще на него чтобы вы посмотрели на плотность пигментации так и 17 цвет у нас холодный розовый оттенок тоже очень красивый смотрите если с нашими продуктами знакомы девочки если например сравнивать с базами вот очень плотными например с 10 база или 11 то он менее плотный то эти база не будут менее плотные красивый эффект натуральных ногтей то есть свободный край он все-таки будет считаться то есть будет понятно что там у нас свободный край натурального ногтя так волоски сразу воздухе летающие убираем также я беру из флакона видите по вязкости по консистенции вот она мне медиум все таки напоминает такая средняя средняя скульптура наполняю в центре также протягиваю с одной стороны с другой стороны это же переверну переверну с центрую возьму линеарную кисточку линеар очка можно довести потому что видите кисти у нас достаточно плотные кисти набиты широкие и сильно близко вот прям завести либо под кутикулу кистью из флакона конечно же не получится поэтому в труднодоступных местах или например вот по боковым линиям чтобы боковая граница было ровно я использую линеарную кисточку для того чтобы границу это выровнять тоже такого вот она красивая красиво холодный такой розовый оттенок переворачиваем центровываем дети испачкал уже переворачиваю с центрового в перевернутом положении смотрю на центральный продольный изгиб каких-то здесь супер манипуляции не нужно просто перевернули и подтянули задали нужное нужное направление вот видно да есть полупрозрачность легкая но при этом линия гипонихия перекрытые повернуть что мне тут не очень и отправляем ноготки на просушку базы в объеме 9 миллилитров стоимость продукта 850 рублей на сайте они у нас доступны в доступе и сейчас как обещала на указательном пальчике пройду вторым слоем для того чтобы у вас появилось понимание как это выглядит на на второй слой я как правило делаю ноготки максимально тонкие не люблю плюшки не люблю когда толсто но здесь принципе у нас толщина сейчас если в корец посмотрите переверну вот видите торец но она достаточно тоненько нанесена поэтому сделать второй слой нам не составляет никакого труда и вам дополнительно будет видно прохожу старым слоем не снимая дисперсии также на эту поверхность не сильно толсто здесь уже кстати можно капельку и не ставить в центре плюс еще ноготь свой имеет натуральный изгиб немножечко грифозы ног особенно указательный прям вниз грифозит если сейчас добавить еще каплю в центр он такой получит прям явно явно выраженный изгиб такой не люблю поэтому максимально максимально натурально еще раз дублирую кисточкой прохожу боковые параллели также дублирую кисточкой подтягиваю ближе к кутикуле и для того чтобы плотность наполнения у нас была максимально плавно пока наносила база у меня выравнивалась без особых усилий то есть моделирующие свойствами на самовыравнивание у базы очень хорошая очень комфортно и приятно работать с этим с этим новым материалом 3 скульптурной базы нашей линейки пока у меня ноготки просыхает можем с вами поговорить если у вас есть еще какие-либо вопросы можете задать в таком формате работаем с обязательной подложкой из бы из геля по поводу объема 15 миллилитров пока не знаю честно говоря и же не нет у тебя информации пока нет у меня девочки информации по поводу большого объема на сегодняшний день в девяти миллилитрах представлена ваза mail prep ультрабонт зависимости от формата и выравнивание вот такие три цвета посмотрите получились у нас смотрите эти базы не проседают какие базы не проседают базы которые очень твердые не проседает из без не проседает файбер база все остальные скульптурные базы при длительном при длительной носке и при большой длине при отрастании ногтевой пластины они в любом случае будут давать усадку это неизбежно то есть она не такая жесткая это продолжение линейки камуфлирующих вас продолжение линейки база 11 база 13 расширение цветовой палитре по формуле это тоже самое чем отличается от из без отличается от из без формулой это разные формулы это принципиально два разных продукта во-первых из без более плотно пигментирована то есть без это прям такой конкретный цвет цвет и скульптура здесь это все-таки смысл этой базы не конкретно цветного покрытия все-таки смысл этой базы скульптура поэтому формулы принципиально отличаются это продукты разные такие оттенки получились оттенки очень красивые номера имеют они 15 16 и 17 очень хорошо самовыравнивают номер 15 имеет французский розовый оттенок номер 16 это яркий оттенок весенний мимозы и номер 17 холодный пудровый розовый ну я надеюсь что я максимально рассказала сегодня о продукте это расширение нашей цветной линейки цветовой палитры скульптурных растворимых баз это скульптурные базы которые позволяют нам система соков она растворяется жидкостью позволяет нам работать как формате полного снятия с минимизировать травматизацию ногтевой пластины то есть базу можно растворить жидкостью и очень аккуратно снять можно работать в формате коррекции если у нас вопросов больше не осталось мы эфир уже будем наш завершать я благодарю вас всех за внимание если все же вопросы еще какие то есть вы можете написать их в комментариях и мы обязательно ответим заходите на сайт смотрите на сайте все доступно все в наличии на данный момент в объеме 9 миллилитров всем спасибо большое за эфир за то что присоединились к нам всем хорошего дня и до новых встреч до свидания